Продолжаем выпуск. Предпринимательские инициативы женщин сегодня выливаются в перспективные проекты. При этом ширится круг направлений, которые находятся в фокусе интереса прекрасной половины. Многие бизнес-леди развивают производство в легкой промышленности. Примеры из Намангана в продолжении темы. В результате социальной поддержки женщин в Намангане в 2021 году более 1400 женщин-предприниматели открыли свое собственное дело. Содействие в этом процессе оказали администрация области, представители Министерств экономического развития и сокращения бедности, занятости и трудовых отношений, работники финансового учреждения. Одним из примеров адресной помощи – деятельность предприятия в Чувском районе, выпускающего 900 тысяч единиц трикотажных изделий в год. На реализацию проекта выделена субсидия в объеме 240 миллионов сумм. Как итог, трудоустроено 200 женщин, внесенных в женскую тетрадь. Я была в списках в женской тетради, без постоянной работы. Мы очень обрадовались, когда в нашем селении открылось новое швейное предприятие. Благодарны президенту страны за внимание и за то, что создаются широкие возможности для женщин. Работать на таком большом предприятии – просто мечта, и она осуществилась. В текущем году на внутренний рынок предприятиям поставлена продукция на полтора миллиарда суммов. Имеется план по экспорту. Подписан договор в размере 400 тысяч долларов на поставку товара в Россию. Вместе с тем в регионе разработаны проекты, направленные на развитие предпринимательства и обеспечение занятости женщин. Сегодня благодаря этим проектам получили работу полторы тысячи человек. В начале марта в Наманганской области было организовано 15 швейных кооперативов. В них трудоустроено 1050 женщин. Также намечено увеличить количество подобных цехов до 35 единиц и обеспечить занятостью около 3500 женщин и молодежи. И в Нарынском районе в течение 10 дней запущено 8 швейных предприятий, каждая из которых получила 50-процентную субсидию. В результате трудоустроено 70 сельских женщин. Только за февраль-март в регионе на обеспечение занятости женщин и девушек были выделены кредитные средства на 3,2 миллиарда суммов. Аналогичная работа ведется в каждом районе Наманганской области.